Валерий Челканчук Александр Заволока, главный онколог Департамента здравоохранения Гурсовета. Дело в том, что мы сегодня с вами собрались о том, чтобы рассказать телезрителям, что уже 11 год подряд проходит акция, которая помогает бороться с раком молочной железы. Мы можем бесплатно пройти обследование, бесплатно сделать маммографию. И, собственно, расскажите же, чем будет отличаться эта акция от предыдущих? Какая вообще динамика есть? Насколько женщины сейчас более ответственны за свое здоровье? По сути дела, акция несет в себе информационную насыщенность. Дело в том, что мы не ставим задачу в эти два дня провести маммографию всем женщинам Одессы и Одесской области. Это невозможно. Мы в эти дни привлекаем внимание наших женщин к этой проблеме. Заболеваемость рака молочной железы очень высокая. Она занимает первое место среди женской онкопатологии. И, в принципе, самая главная проблема, почему выявляются опухоли молочной железы в поздней стадии, это потому что женщины своевременно не обращаются за медицинской помощью. Нужно обращаться не тогда, когда уже что-то беспокоит или когда нашли у себя узел в молочной железе. Нужно обращаться до этих симптомов, нужно обращаться, когда ты чувствуешь себя абсолютно здоровой. И единственный основной критерий, почему нужно сделать профилактическую маммографию, это возраст старше 40 лет. Как только наступил этот возраст, необходимо ежегодно, либо в определенных случаях раз в два года проводить профилактическую маммографию, своевременно выявлять эту патологию в молочной железе и своевременно ее лечить. Дело в том, что еще часть вопроса была о том, насколько наши женщины сейчас ответственны за свое здоровье. Акция ежегодно проходит, да, уже 11 лет подряд. Вы видите прирост тех, кто действительно каждый год осматривается. Он есть вообще этот прирост? Ну, честно говоря, прирост отмечается только вот в октябре и ноябре. Как только мы начинаем активно говорить об этой проблеме, мы видим явный прирост обращаемости женщин за этой медицинской услугой. То есть вы активно коммуницируете и вы видите фидбэк, вы видите одачу. Конечно. Люди все-таки задумываются сейчас над этим. Конечно. Несмотря на то, что мы работаем ежегодно, точнее, и мы работаем круглый год, и структуры, которые нацелены на раннее выявление опухоли и молочной железы и в онкологическом диспансере, и в клинике Медунирситета на Тенистой, и другие структуры, на территории которых располагаются маммографы, способны эту услугу предоставлять нашим женщинам круглый год. К сожалению, не всегда получается достучаться до сознания здоровых людей, что онкопатология, прежде всего, это профилактика, это раннее выявление, когда ты чувствуешь себя здоровым человеком. У меня есть статистика, такая неутешительная, вы можете меня поправить, от онкозаболеваний каждый час умирает в Украине люди, да? 22% онкозаболеваний приходится как раз на рак молочной железы. В день выявляют 19 новых случаев рака. Это посчитать несложно, существует такая цифра, как контингент накопления. Количество онкологических больных во всей Украине уже превысило магическую цифру 1 миллион человек. Каждый год выявляется несколько тысяч новых случаев рака, не будем пугать цифрами. Но каждый день действительно выявляют 19 новых случаев. Проблема онкозаболевания актуальна для Украины, остается актуальной. И здесь большой показатель как раз рака молочной железы. Это правда? Проблема онкологии чрезвычайно актуальна не только в Украине, а во всем мире. Онкологические заболевания находятся на втором месте после сердечно-сосудистых, по заболеваемости, по смертности, по инвалидизации людей. Но существует определенный диссонанс. Если с помощью таких серьезных мероприятий в системе здравоохранения количество больных ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью сердца несколько уменьшается, эти болезни можно контролировать, то, к сожалению, онкологи пока еще не могут похвастаться такими достижениями. Хотя, вот то, о чем вы сказали, профилактическая направленность программы онкологии, которая работает здесь в Одессе, может быть, это одна из первых областей в Украине, которая действительно вот так серьезно принимает, обращает внимание на профилактику рака, на раннее выявление, на сверхораннюю диагностику. Алексей Алексеевич, почему? Что дает вам такой повод говорить, что в Одессе все-таки на это обращают большое внимание? Не везде от регионов такая ситуация? Потому что, как главный эксперт, я не главный онколог, я главный эксперт Минздрава Украины, я знаю, что происходит во всех областях Украины, и я хорошо знаю Одесский онкологический диспансер. Недавно я возглавлял комиссию по аккредитации вашего лечебного учреждения, и я могу сравнить, что было несколько лет назад, и то, что я увидел сегодня. Это коллектив, который имеет четкие направления в развитии, видят, что хотят, чего хотят добиться, и самое главное, это работают очень серьезные профессионалы. Им нужно обязательно помочь, потому что если в городе нет хорошего онколога, в этом городе опасно жить. В Одессе уже не опасно жить, уже есть онкологическая служба, но ей нужна помощь обязательно. Есть новейшие разработки, новейшие технологии, у нас, конечно, собраны, конечно, одни из лучших умов, но с точки зрения технологий мы, наверное, немного отстаем. Сфера здравоохранения, она зарегулирована. Насколько вы, ну, по крайней мере, видите коммуникацию от Министерства здравоохранения с медиками, которые сейчас исследуют новейшие методы лечения этих заболеваний? Ко мне вопрос. Да, к вам вопрос. Вы ближе к Минздраву. К сожалению, да. Уровень оказания онкологической помощи пациентам здесь в Украине все-таки отстает от европейских, от американских стандартов. Но есть какие-то подвижки? Подвижки, без сомнения, есть. Но с другой стороны разрыв увеличивается. Я вам скажу так, что если говорить об онкохирургии, то сегодняшняя онкохирургия основана на передовых технологиях, гибридные операционные, роботохирургия, лапароскопическая хирургия. В Украине это роботизированные системы, гамма-ножи современные, да? В том числе, да. У нас это представлено, ну, в единичных клиниках. Если говорить, допустим, о лучевой терапии, то да. Конечно, мир уходит постепенно от кобальтовых пушек, так называемых. Конечно, линейные ускорители и аппараты для лучевой томотерапии позволяют лечить лучше наших пациентов. Пока еще это большая проблема, которая в Украине стоит. Ну и плюс консервативное лечение. Это таргетная терапия, это иммунотерапия рака. Все мы знаем. Онкологи Украины очень хорошо теоретически и практически подготовлены. Мы посещаем все конгрессы европейские, американские. Мы знаем, как лечить. Но, к сожалению, вот в условиях реформирования здравоохранения, которое происходит перманентно в последние несколько лет, вся, пожалуй, ответственность ляжет сейчас на регионы с учетом децентрализации. Вот программу онкология будут реализовывать в Одессе вот эти профессионалы. Я еще раз хочу подчеркнуть, им обязательно нужна помощь, потому что борьба с раком – это борьба не отдельного онколога, а с одним пациентом. Это проблема всего здравоохранения, проблема всего социума и власть имущих в том числе. — Ну вот вы, Алексей Алексеевич, затронули очень такую проблемную тему по поводу реформирования системы здравоохранения. Это будет абсолютно новый формат. Как здесь впишемся мы? И в условиях децентрализации. Вы правильно сказали. Программа сейчас впишется. Мы толком не можем понять, в какую систему мы можем войти. — А вот спросите у главного врача об этом. — Олег Валерьевич, так как же с этим быть? Такие люди, как вы, поможете писать программу? — Мы, несомненно, участвуем. Но наша задача как профессионалов – это оказание онкопомощи, онкопревенции, оказание онкопомощи. Мы не можем повлиять на организацию самой системы здравоохранения в этой стране. Давно идет разговор о страховой медицине, о других каких-то формах. — А семейная медицина? — Ну, семейная медицина потихонечку внедряется. И мы тоже принимаем участие во внедрении семейной медицины в плане онкоподготовки семейных врачей. Как заведующий кафедр, я и мои коллеги много занимаются этой проблемой. Но это одно. А разговоры о введении страховой медицины пока остались разговорами. И когда это будет, сложно сказать. — И, честно говоря, надо хорошо думать, прежде чем делать какие-то действия, поскольку мы можем пойти не в том направлении, и потом это будет очень сложно и нехорошо. — Взять из этого достаточно будет сложно. И сейчас об удаленных регионах, да, и условиях децентрализации, как там будет переквалифицирование кадров, оказание помощи. — Для начала надо хотя бы понять, что у нас сохранено, что у нас есть. Провести вот эту большую работу необходимо, а потом уже понимать, какой семейный пройдет. — Мы, да, также в районах, на местах. — В районах, да и у нас, и в областном онкодиспансере огромное количество проблем. И наша задача не умножать их, а наоборот попытаться найти какие-то выходы из этой ситуации. — Ну, задача, я так понимаю, сверху оптимизировать все. Но здесь у нас на местах, да, держаться. В этом плане мы все-таки немного ушли от темы. У нас несколько дней можно будет пройти, записаться можно по телефону, который сейчас у нас идет. Вот зрители могут увидеть, который сейчас введен на экране. Где можно пройти бесплатную консультацию и сделать бесплатную маммографию? Какие это точки? Где это можно сделать? — Ну, одна точка — это Одесский областной онкологический диспансер, где у нас работают два маммографа. Мы привлекли сейчас несколько специалистов, онкохирургов-маммологов для консультирования пациентов. И вторая — это точка на тенистой, где есть очень тоже хороший маммограф. Также привлечены специалисты-маммологи для консультации. И вот эта работа будет проводиться несколько дней. Вот. Насколько я знаю, больше нету точек в городе, где проводятся исследования. — Бесплатная маммография. Это акционная. Еще раз повторюсь, что эта акция связана не с тем, чтобы мы взяли... Откуда взялись эти бесплатные пленки, да? Мы привлекали спонсорские деньги для того, чтобы обеспечить этой акцией наше женское население. Цель этой акции — не провести маммографию всем женщинам, которые обратятся. Мы это не в силах сделать. Это плановая системная работа, которая должна из года в год переходить. И учреждения, которые сейчас работают, и о которых мы сказали, они готовы к этой работе. Важно сейчас обращаться. Стоимость тех рентгеновских расходников, которые пациентки вынуждены платить, потому что это государство на сегодняшний день не обеспечивает, я думаю, что это несопоставимая стоимость с той проблемой, которая может возникнуть, и с тем лечением дорогостоящим, которое вынуждены будем назначать данным пациентам, если эта опухоль будет в запущенной стадии. Поэтому я думаю, что не стоит ограничиваться этими днями, потому что, как правило, у нас колоссальный наплыв пациенток в эти дни. Мы, как правило, справляемся с этим. Конечно, работаем даже не в две, а в три смены. Но этим мы максимально привлекаем внимание и не только женщин, но и мужчин. Многие мужчины спрашивают, а кто такой маммолог и зачем моей жене ходить к этому специалисту? На сегодняшний день, скажем так, немножко расширен ракурс влияния информационного на наши семьи, потому что, скажем так, коль мы стучим-стучим уже 10 лет к женщинам и не можем добиться определенного результата, начали уже стучать и к мужчинам. Начали к их, скажем так, мнению прислушиваться, и их мнение, их женщины, я думаю, может быть, больше будут слышать, чем мнение профессионалов и специалистов в этой сфере. Ну, конечно, такая акция, она призвана менять сознание людей. Конечно. Люди должны понимать, что от них это зависит. В 95 случаях обнаружения своевременного онкозаболевания его можно вылечить. Это правда? Это правда. Но я еще раз хочу сказать, что все-таки цели и задачи превенции в онкологии, то есть профилактика, стоят даже в другом. Мы говорим не о ранней диагностике само собой, но в первую очередь мы говорим о онкопревенции, то есть наша задача не обследовать уже больных пациентов, а обследовать здоровых людей для того, чтобы выявить предонкопатологию и предотвратить перерождение в онкопроцесс. И если выявлять онкопроцесс, это на самых начальных стадиях, когда действительно можно полностью излечить человека от этого заболевания. Ну, одни из таких методов, да, каждый месяц, каждое утро женщина должна ощупывать себя, да, а вот эти уплотнения, которые женщины… Не каждое утро. Не каждое утро. Не нужно этого делать. Не нужно тогда бросаться в отчаянии. И вообще мы очень скептически относимся, у нас нет выхода, поэтому мы говорим о самообследовании, но мы не связываем свои надежды в ранней диагностике опухоли молочной железы с самообследованием. Мы связываем это в первую очередь с маммографией и другими методами обследования. Когда можно выявить непальпируемую опухоль, женщина сможет обнаружить у себя опухоль диаметром 1 см, а чаще всего больше. Но это уже не начальная стадия. Это биологически поздняя стадия. А нужно выявлять доклинические стадии. Вот я очень хочу, если позволите, поддержать мнение моих коллег. Не должно быть акционных маммографий. Должна быть плановая, ежедневная, может быть скучная, может быть неинтересная, но плановая работа по раннему, сверхраннему выявлению. Это нехорошо, когда сотни женщин толпятся у дверей онкодиспансера два раза в году, когда проходят вот такое акционные маммографии. Это должно быть каждый день, не спеша, планово, каждый год женщина должна приходить на свою маммографию. Я, может, скажу такую не очень популярную вещь в народе, но я абсолютно убежден, что все, что бесплатное, не ценится. Все равно кто-то платит. Ну смотрите, сейчас в Одесском онкодиспансере пришлось привлекать спонсоров, инвесторов для того, чтобы раз в году оплатить вот эту рентгеновскую пленку и так далее, и так далее. Но не бывает бесплатного. Государство должно подумать о создании, может быть, скрининговых центров, может быть, я считаю, что должны быть скрининговые центры. Государственные, частные, частно-государственное партнерство, какие-то различные варианты взаимоотношений между здоровым человеком и структурой, которая его обследует. Онкодиспансер не должен заниматься пациентными маммографиями. Онкодиспансер, знаете, сколько у них больных? Десятки тысяч. Их надо лечить. Мы понимаем, что у нас здравоохранение, как и образование, финансируется всегда по остаточному принципу и по понятным причинам, и по сегодняшним реалиям. А как вы говорите, что все время бываете на каких-то коллегиях, делитесь опытом и учитесь у ваших иностранных коллег? Как сейчас нам с этим дело предстоит? Что можно внедрить на сегодня у нас по поводу каких-то новейших разработок технологий, по поводу новейших, возможно, анализов, где можно по крови определить предрасположенность, генетическую предрасположенность онкозаболеваний у нас? Что сейчас реально к нам привести? Вы правильно ответили на свой же вопрос. Во-первых, в Украине уже есть возможность проводить медико-генетическое консультирование, определять на молекулярном уровне мутацию тех или иных генов, высокопенетрантных, которые ответственны за развитие наследственных раков. Рак молочной железы, рак яичника, другие локализации. Это вполне возможно. По соскобу, по букальному эпителию можно это уже делать. Насколько это дорогая процедура, насколько это дорогой анализ? И где его делают? В Украине? Сколько мест, где можно сделать этот анализ? Мне пока известна одна такая лаборатория. В Киеве рекламу я не буду делать им. Если кому надо, обратятся к коллегу Валерьевичу. Пока это только одно место, да? Пока это одна лаборатория. Насколько это дорого, я считаю, абсолютно сопоставимо с той информацией, которую они предоставляют. Второе направление, которое я хотел бы ответить, это персонифицированное лечение рака. Когда мы говорим об индивидуальном подходе. Не одна таблетка всем подряд, а определение, опять же, на молекулярном уровне тех мишеней в клетке, которые позволят назначить индивидуализированное лечение женщине. Это намного эффективнее. Вообще, мы живем с вами в постгеномную эру. В 2003 году расшифровали геном человека, и все вокруг изменилось. Изменилось лицо биологии, лицо медицины, лицо онкологии. Возможности терапии рака чрезвычайно велики. Мы знаем, как это делать. Раньше все видели только выход в лучевой терапии, сейчас возможности гораздо шире. Намного шире. И результаты совершенно другие. Если раньше при некоторых локализациях опухоли термин выздоровления вообще не применялся, то сегодня мы говорим о полном излечении. Я абсолютно согласен с вами, что нужна сверхранняя диагностика и нужно применять современные методы комбинированного лечения. Те методы, которым владеет сейчас весь мир. И в Одесском онкодиспансере очень много уже есть. Очередной раз говорю. Нужно обращать внимание на развитие онкологии у себя в регионе. Это очень важно. Это обернется очень большой пользой. Я благодарю за то, что вы пришли к нам сегодня в эфир. Я благодарю за то, что у нас в городе проходит уже который год вот такая акция. Будем как-то менять сознание женщин. Как-то это приходится делать. Как-то приходится созревать. К сожалению, пока так. И будем надеяться, что вот такие лаборатории по определению генома и вот таких вот комбинированных методов лечения будут повсеместно. Будем очень этого ждать. И спасибо за то, что делаете такое благородное и трудное дело. Я напомню, гостями нашей студии были Олег Лукинчук, главврач Одесского областного онкодиспансера, Александр Васильев, ассистент кафедры онкологии Одесского национального. Васильевич Александр Заталов, главный онколог Департамента здравоохранения Гурсовета. Я прошу прощения. И Алексей Алексеевич Ковалев, главный онколог Министерства здравоохранения Украины. Профессор, спасибо еще раз. Это была студия репортер Сына Усова. Я напоминаю, несколько дней будет проходить акция ко дню борьбы с раком молочной железы. И можно будет бесплатно обследоваться в двух локациях, которые вы сейчас видите на экране. Увидимся.